заболевание шейки матки это наша очень серьезная отрасль с которым уделяем огромное внимание и я всегда говорю что шейкой матки мы на вы ради этого я проходила специальную подготовку в институте рака ради этого мы имеем специальную аппаратуру которая позволяет нам уже на приеме диагностировать локализовать определенные изменения на шейке матки и пациентов молодых абсолютно молодых у нас очень много почему потому что игнорирование методами контрацепции барьерными методами контрацепции приводит тому что большое количество молодых женщин инфицированы вирусом папилломы человека и вот вирус папилломы человека это главный виновник в формировании дисплазии а в тяжелых случаях формирование заболеваний шейки матки онкологического направления поэтому мы практически каждой пациентке при ежегодном осмотре предлагаем углубленный скрининг патологии шейки матки это кольпоскопия исследование при помощи увеличительных стекол микроскопов проведение специальных диагностических проб забор материала на так называемый пап тест тест папа николау диагностика патологии шейки матки связанная с изменениями и внедрением вируса папилломы человека обязательно сопровождается забором материала на вирус папилломы человека нас интересуют не только если вирус или отсутствует у нас интересуют еще и какое-то вирус и какое его количество не хотелось бы остановиться на том что наличие вируса папилломы это не приговор наличие вируса Вируса папилломы – это определенный алгоритм действий, и при правильной диагностике, лечении, пациенты молодого возраста, и не только молодого возраста, могут рассчитывать на то, что организм справится с этой инфекцией, и будет происходить так называемая элиминация вируса папилломы. И иногда молодые женщины даже не знают о том, что они были инфицированы этим вирусом. Сложнее стоит вопрос с женщинами, которым исполнилось 30 лет, и, допустим, вирус папилломы циркулирует в организме этой женщины достаточно длительный период. Тогда нужна обязательная диагностика, лечение и динамическое наблюдение, потому что вирус папилломы является главной причиной, и 99% диагностируются у женщин, которые имеют заболевание шейки матки. Поэтому этому вопросу мы уделяем отдельное внимание и очень углубленное обследование.